Как это случается? Я понимаю, что это болезненный разговор. Мы в последнее время очень не любим таких разговоров. Однако, хотим мы с вами этого или нет, думать надо, потому что круг подобных событий как будто сгущается. Я хотел попробовать объяснить, что такое скука. Поскольку скука для меня это гораздо более значимый феномен, чем мы обычно относимся к этому быту. Собственно говоря, скука это невозможность выделить то, что интересно. Поэтому имеет отношение к нашим предыдущим разговорам об интересах. Скука это некоторое состояние, в котором человеку все возможности для действия кажутся равнозначными. Скука в культуре, как правило, создается общей атмосферой культуры. Так как в Норвегии, в стране существует некая согласованная реальность, то в этой согласованной реальности существует какое-то количество механизмов для самореализации личности. И эти механизмы кажутся неинтересными, потому что это система повторов одного и того. То есть существуют модели, ограниченное количество моделей карьеры. Там партийная, бизнес-карьера, еще какая-то карьера. И у человека, по крайней мере у молодого человека, складывается впечатление до определенной степени затхлого круга. Все хорошо. Но проявить себя кажется невозможным, поскольку, ну скажем, все проявления одинаковы. И если я проявляю себя как другие, то что же это за самопроявление? Та же самая ситуация со скукой, только с обратным знаком, мне кажется, сложилась и у нас в стране. Только здесь, сегодня существует ситуация равной невозможности проявить себя. То есть, куда ни тыркнись, все упирается в слово коррупция, все упирается в громоздкую, неповоротливую бюрократическую машину. И кажется, что преодолеть ее сопротивление для того, чтобы как-то реализовать самого себя, практически невозможно. То есть, все упирается в рутину, а, давайте, скажем так, лента отечественных новостей в первую очередь сообщает о том, что всем на все наплевать. Ну, грубо говоря, события на теплоходе Булгария являются подтверждением той же самой мысли. Ну, вот одним скопом денег побольше заработать – это нормально, а людям заботиться – это скучно, потому что они все равно неблагодарны, они этого не оценят. Им только вот путевки подешевле подавай. И вот здесь встает вопрос о том, что человеку, ну, одному человеку в Норвегии или в нашей стране становится действительно интересно. В чем, собственно говоря, мотив вот такого нового интереса, связанного с насилием? Ну, согласитесь, насилие одиночек – это проблема, которая появилась относительно недавно. И появилась она, в общем, на фоне относительного материального и даже этического благополучия в развитых странах. Я вспоминал в одной из передач проблему интереса вообще и возникновения интереса. И начал я как положено, ну, как нужно, на самом деле, начинать с Адама и Евы. Но на самом деле эта история всем знакома и абсолютно известна. Итак, змей сказал Адаму и Еве – съешьте яблоко и будете как боги. Хочу обратить ваше внимание на два момента. Момент первый. Если, например, Адаму и Еве было бы изначально неинтересно быть как боги, то соблазн никаким образом не сработал бы. Ну, я не знаю, грубо говоря, вас зовут, пойдемте купаться. Если вы по каким-то причинам чисто физиологически купаться не хотите, никакой соблазн не сработает. Нашим первопредкам в мифологии им, в общем, хотелось быть богами. И это очевидно. Стоит обратить внимание на некую качественную сторону вот этого самого первичного события. А именно на яблоко, о котором, между прочим, размышляют достаточно мало и богословы, и мифологи. Обратите внимание на простейшую вещь, тоже очевидную. Змей обещал чудо. То бишь, он обещал, что Адам и Ева станут богами без всяких усилий. Достаточно съесть яблочко. Для меня именно в этом поворотный пункт и главный вопрос. Змей Ева соблазна. Честно говоря, я сейчас пытаюсь написать книжку на эту тему, и не очень получается. Ну, может быть, получится когда-нибудь. Адам и Ева хотели чуда. А чудо – это то, что происходит само по себе. Без человеческих усилий. Экономя эти самые человеческие усилия. Именно поэтому мы мечтаем о волшебной палочке, о явлении волшебной феи. Яблочко позволяет Адаму и Еве не развиваться. Не делать никаких усилий. С помощью одного чудесного события добиться того, чего они хотят. То есть стать богами. Если те, кто смотрит сейчас этот сюжет, задумаются, то они поймут, что вот это самое яблочко входит в понятие нынче очень модное, которое имеет отношение не к интересному, а к тому самому понятию «мои интересы». Вот когда человек рассуждает «мои интересы, не мои интересы», он вкладывает в эти слова смысл волшебного яблочка. То, что может продвинуть меня к божественному, к власти, влиянию, большему количеству денег, это входит в мои интересы. А то, что не может меня продвинуть к этому, в мои интересы не входит. Мы сейчас очень путаем «интересное» и вот эти самые «мои интересы». Я хочу сказать, что суть первородного греха была заключена именно в них. В чем заключается мой интерес? В том, чтобы как можно проще, съев яблочко, не знаю, приняв наркотик, съев таблетку большую и горькую, как блин, избавиться от всех проблем. А слова «избавиться от всех проблем» – это значит «избавиться от всех усилий». Казалось бы, весь этот наш разговор абстрактен и к Брэвику не имеет никакого отношения, потому что про этого террориста, в общем, известно, что он потратил какие-то усилия. Трактат написал на полторы тысячи страниц, еще чего-то сделал. Ну, кто прочтет в наше время трактат никому неизвестного молодого человека на националистическую тему, и так этих трактатов в интернете существует тысячи и тысячи. Как мне кажется, это ровно желание быть звездой, этаким башком. Ну, я, честно говоря, из интереса просматривал этот самый, не могу сказать, читал, вот этот манифест Брэвика. Ни одной сколько-нибудь оригинальной идеи там нет. Ну, такая помесь из «Майн кампф» и каких-то там идей того же Маквея. Ну, как бы, ну кто это будет? Почему националист, выступающий против мусульман-эмигрантов в своей стране, вдруг убивает своих же собственных сограждан? Если не вкладывать в это эмоции, а рассуждать холодным разумом, как, наверное, рассуждал Брэвик, то получится одна любопытная вещь. Убивать мусульман неоригинально. Это не сделает звездой. Не обратит на себя такого внимания, как вот этот самый парадокс. Стать лидером, стать культовой фигурой, обратите внимание. Культовая фигура – это почти бажок. Все разрешенные, традиционные пути скучны. Однако, потребность реализовать себя, потребность быть Богом, которая известна со времен Адамы и Евы, никуда не девается. На самом деле, все и всегда направляют его в одну и ту же сторону. В сторону тех, кто вроде как мешает мне реализоваться. Так возникает напряжение в нашей стране в отношении всех тех, кого именуют черными. Я не могу реализовать себя и не могу стать Богом, потому что мое место занимается кем-то из пришедших. Я не могу реализовать себя, потому что все поле политического лидерства занято представителями Норвежской рабочей партии. Я не могу реализовать себя, потому что у меня плохие родители. Я не могу реализовать себя, потому что у меня плохая жена. Я не могу реализовать себя, потому что у меня плохой начальник. Вот в чем человек увидит причину, если хотите, того, что он оказался в состоянии скуки, то в случае, естественно, крайне примитивного мышления, именно эти люди и окажутся главным объектом агрессии. Механизм тут предельно просто, давным-давно известен. Вот, например, фюрер считал, что он, будучи Шильдгрубером, не в состоянии реализовать себя, потому что все выгодные места заняты евреи. Отсюда главное направление агрессии фашизма, правда? Вот так возникает деление мира на наших и не наших. По сути своей, это абсолютная, элементарная форма мышления языческого. Тот, кто относился к моему времени или роду, он был существующим, то есть человеком, который существовал в моем мире. А все остальные люди, пришлые, были чужаками. В строгом смысле этого слова они права на жизнь не имели, поскольку живыми людьми воспринимались только члены племени, а все остальные воспринимались как нелюди. Представьте себе человека в наушниках, я сейчас сижу в наушниках, она ведь превращает вот эту реальность в некоторый род виртуальной игры. Да, звуков не слышно, играет музыка. Он себя чувствовал, как в компьютерной игре. Стреляешь из пушки по прячущимся мишеням. Поэтому спокойствие смог сохранить. И чувство вины никакого не испытывает. Я думаю, что правы те, кто говорил, что Брейвик не сумасшедший. Мы совершенно не хотим и не умеем задумываться об этом механизме. Ну, скажем, у нас президент поручил борьбу с экстремизмом министру внутренних дел. И это, в общем, означает только одно. Это означает, что вся борьба с экстремизмом и с терроризмом, как его крайним проявлением, пойдет путем выявления и ограничения. Ну, не должен, наверное, силовой министр думать о профилактике агрессии. Скорее всего, сам стиль мышления заставит его думать об усилении контроля и надзора. А это приведет к еще большему напряжению пара в том самом паровом котле. Вот этого ощущения невозможности себя реализовать. Поскольку это может стать опасным. Человека, который пытается доказывать свою оригинальную точку зрения на что-либо, будет очень легко обвинить в экстремизм. Я, собственно, говорю о том, что без второго элемента создания механизмов для самореализации молодого человека, предельно простых и минимально бюрократизированных, собственно говоря, будущее становится опасным. Я говорю о бесплатных кружках в дворцах-пионерах, в которых человек мог найти какой-то свой интерес, зацепиться за него. Я говорю об учителях, которые могут заразить настоящим интересом. Все равно к чему? К математике, физике, истории, технике. Но заразить за счет того, что интересуются сами. Я могу сейчас называть еще десятки направлений таких площадок в гайдпарке, в которых возможна самореализация без сложного бюрократического аппарата. Как вы видите, человек достаточно произвольно определяет, где свои, а где чужие. Кого из нас с вами завтра кто-то из наших молодых людей объявит врагом? Ну кто же знает, хотим мы с вами этого или нет, но Брэвикс его добился. Звездой он стал, манифест будет прочитан многими людьми, а это, к сожалению, значит, что подражатели тоже найдутся. К сожалению и к ужасу, это значит, что Европарламент и вообще европейская политика должна будет учитывать существование вот этого первородного греха. Желание стать Богом моментально не тратит на это усилия. По счастью, у нас пока этого не происходит, но, наверное, еще слишком недавно отгремели революционные события смены политического строя и власти. В стране же, в сущности, действительно всего-навсего 20 лет. На Украине, где бушуют политические страсти, пока такого рода события не происходило. А в Белоруссии, как вы знаете, свой брэвик уже нашелся. И связано это, конечно, с нарастающим ощущением скуки. То есть невозможностью каким-то легитимным способом повлиять на власть. Чем больше ощущение, ну, скажем, иллюзорности выборов, как психологического феномена, тем больше скуки, поскольку я могу кричать и думать все, что угодно, но никак своими мыслями повлиять на власть, на то, что происходит в моей стране, в моем мире, я не могу. И это гнетущее ощущение, это оно, еще раз повторюсь, порождает скуку. Думается мне, что существует страшная беда, что нужны брэвики для того, чтобы политические институты во всем мире, на самом деле, совершенно неважно где, начали задумываться о человеческой психологии. Мы действительно должны учить своих детей нести через жизнь свой интерес и рассказывать им, что этот интерес всегда связан с другими людьми, потому что только они, в принципе, и могут оценить твое творчество, твою деятельность. Больше некому. Или мы будем постепенно этому учиться. Или некуда будет деваться от такого рода агрессии. Спасибо большое всем, кто был с нами. Вот что по всему этому поводу сказала, может быть, точнее говоря, даже спросила наша постоянная радиослушательница Ирина. Как это возможно? Как, скажите, взять автомат и пойти убивать? Ни врагов убивать, ни жизнь свою и других защищать. Ни случайно, ни в состоянии контролированного аффекта. Ни ненавидя обидчика, ни из ревности, ни из-за голодной безнадежности. А из-за чего тогда? Все рассчитать, взвесить, обдумать, прийти на остров к безоружным, почти к детям и убивать, убивать, убивать ни одного, ни двух, почти сотни. А ведь, наверное, после первого, недоуменного, непонимаемого шока во всех глазах зажегся страх и мольба о пощаде, и желание жить, и попытка спастись. Неужели не отрезвили душу? Не отскочили рикошетом в сердце посланные в детские тела пули? Неужели? Почему спокойно сдался полиции? Свою жизнь сберег? Она ему дорога. Он чувствует ее ценность. Почему так спокойно забрал чужие? Ну хорошо, идея. Спланированный теракт. Холодный разум, все просчитавшие и решившие, что для воплощения нужны жертвы, нужна кровь невидных. Хорошо, предположим, и компьютерные игры, и фильмы, и документальные кадры о массах погибших теракта, стихийных и техногенных бедствиях притупляют в сознании ценность одной человеческой жизни, делают ее абстрактной и далекой. Но ведь это все до тех пор, пока не видишь. И душой, и чувствами не касаешься событий. Но как можно, скажите, стрелять в безоружные детские, расширенные от страха и молящей о пощаде, глаза?